К нам присоединяется Олег Дунда, народный депутат Украины. Доброе утро, Олег. Приветствую. Доброе утро. Доброе утро, приветствую. Вот как закончил свой сюжет наш коллега Олег Борисов говорит, дальше будет продолжаться. Какое развитие события видите далее вы и возможно ли, что к Легиону России и к РДК присоединятся местные военнослужащие, то есть с Российской гвардией. Есть ли такая вероятность в принципе, как вы считаете? Или в целях безопасности сами Легионы России не захочут? Смотрите, прямо завтра мы этого не увидим. Абсолютно. То есть давайте вот говорить честно, вот завтра там какая-то военная часть расположена на границе срочников, она не подымет белый флаг или флаг какой-то там России или Белгородской области, не имеет значения, и не выйдет против режима. Этого не будет. Но вот это вот событие в Белгородской, это очень важное историческое событие. Почему? Что в России общество, обычный потребитель, он болеет за эту войну, сидя на диване. То есть он считает, что ему ничего не угрожает, никаких проблем нет. И в данной ситуации фактически война приходит к нему в дом. Не через телевизор, а реально на улице. Реально они слышат выстрелы не из колонок, а из своих окон, это все видят. И, соответственно, это говорит о чем? О том, что та обмен, скажем, такой социальный договор, по которому обыватель, условно, в Белгороде получает массу величия через телевизор, но при этом, имея безопасность и так называемую стабильность, в обмен на передачу власти в Москвы, этот договор считается, с момента Белгородской операции считается, недействительным. То есть его не исполнила сама власть, не предоставила вот эти гарантии безопасности. А так называемое шоу-развлечение, человек смотрит не в телевизоре, а смотрит у себя на улице. Если дальше это будет продолжаться, а это, безусловно, будет дальше продолжаться, такие же операции будут, скорее всего, не только в Белгороде, а в Брянской, Курской и везде и так далее, возникает вопрос. Даже не у обывателя, а у местных реальных представителей, а зачем им это все? То есть, а зачем им покровительство, условно, Москвы, и что Москва им может дать? Какие там безопасности? Денег, их в казне нет. И дальше их будет меньше. А аппарат насилия, вот эти операции показывают, что они отсутствуют. Представьте себе, условно, отряд из 20-30 человек имеет возможность заходить на любую территорию Российской империи и громить, и брать себе под контроль. Да, пускай на день, на два, на три не имеет значения. Брать под контроль населенный пункт. И если это будет увеличиваться, это будет гласить о том, что власть Москвы над этими регионами, она весьма условно. Что заставит, условно, вот это вот я смотрел, губернатора Белородской области, кстати, он очень напоминает не Черновецкого по своему лицу, по своей мимике и пластике. Так вот этого белородского Черновецкого заставит задуматься о целесообразности ведения сепаратных переговоров с Киевом и обеспечения гарантии безопасности непосредственно Киева, а, соответственно, задуматься при наличии таких гарантий, а зачем Российской империи, если он может, в принципе, существовать самостоятельно при покровительстве Киева. Смотрите, вот хотел бы у вас еще вот такой аспект с вами обсудить. Мы же помним, как, в принципе, Путин, ну, практически случайный человек, но пришел к власти, так сложились обстоятельства, и он стал определенным гарантом, знаете, вот этих денежных мешков тогдашних, для того, чтобы разделять и владеть абсолютно. Он был вот тем человеком, который отвечал за схемы, потоки, и, по сути, он гарантировал, что вот никто обижен не будет, при этом обещая безопасности семье и самому Ельцину, и семье тогда уже бывшего президента Российской Федерации. Олег, а что это показывает в плане уязвимости для путинского режима, с учетом того, как на это смотрят возможные приспешники Путина, его окружение, так называемый общий кооператив «Озеро», как вы считаете, это пошатнуло вот эти олигархические кремлевские криминальные устои? Ну, и элиты, так называемые. Ну, я не знаю, мне сложно это назвать элитами. Я же говорю, условные элиты. Пускай. Смотрите, мне довелось за последний год пообщаться там и с эмигрантами оппозиционными, ну, чтобы понять, вот я изучаю вот этот вот вид жизни под названием там русские, как таковые. И могу вам сказать безапелляционно о том, что большинство, если не все стопроцентно так называемых элит, это касается и так называемой оппозиции, которая выехала, начиная от Ходорковска, и заканчивая, как вы говорите, кооперативом «Озеро», они все поголовно трусы. То есть у них вот этот вот страх перед ФСБ, перед аппаратом насилия, он у них подкорка головного мозга, и ничего о другом они думать не могут. Но нужно понимать, что и сам Путин трус, при этом он их сам тоже боится. И тут весьма неважно, вот это последнее заявление Пригожина по поводу там дочери, зятя. Шойгу, фактически это Путин, пытаясь закапсулировать свои страхи и обезопаситься, он использует Пригожина как инструмент так называемых несудебных репрессий и угроз элите о том, что если вы начнете там пытаться против меня что-то бунтовать, хотя на сегодняшний день они не способны к этому, то вот есть Пригожин, который вашу там условную семью засадит на подвал, либо вообще порежет, пользуясь тем, что якобы вы не являетесь лояльными. И в дальнейшем вот этот вот страх друг к другу, он будет все произрастать, все больше и больше расти, но нам, как Украине, да и в принципе миру, не имеет смысла обращать внимание на эту условную риту. Для нас важны вот такие операции, как в Белгороде и реакции именно региональных властей. Олег, а так что же получается, что успех небольшого, ну скажем так, российского отряда, на Белгородщине, ну там Брянске, да, мы тоже на Брянщине, давайте так будем говорить, тоже помнится, и они туда сказали, тоже будут возвращаться. Вот, ну кроме того, что они показали, да, выставили на показ вот эту уязвимость государства Российской Федерации, вот. Есть вероятность того, что, а кстати, Илья Пономарев в нашем эфире, по-моему, накануне говорила о том, что 80% российских войск находится сейчас в Украине. Есть ли вероятность того, что все-таки будут оттягивать какие-то воинские части для охраны своих же, ну, получается, границ, потому что, да, один Бахмут берут около 10 месяцев, а тут, ну, по данным легиона, на 301 километр они зашли внутрь только вчера, кажется, да, или позавчера, вот в эти дни, так за короткое время, так продвинулся внутрь Российской Федерации. Так что ж получается, есть вероятность того, что они будут оттягивать свои воска, и вот, кстати, Маляра тоже говорит о том, что, вот буквально свежее сообщение, что в России задумались над переброской части войск с территории Украины для охраны своих границ. Как вы считаете? Ну, в данном случае я поспорю и с Пономаревым и Смайлер. Теоретически, да, возможно. Практически реализовать это не в состоянии, потому что протяженность границы достаточно большая, этих войск на сегодняшний день для закрытия полностью границ не хватит. И это говорит о том, что, и можно прогнозировать, что вот эти акции будут продолжаться и усиливаться. Ну, вот посмотрите, несмотря на то, что якобы там Москва заявила о том, что они кого-то арестовали, там, кого-то разгромили. Даже New York Times в последней публикации говорит о том, что эта операция была успешна. Поражений у нас в живой силе, у нас, у РДК, или кто там был, поражений в живой силе не было, притягивать силы они на линии границы невозможно. Соответственно, в дальнейшем будет увеличение количества таких акций и глубина их проникновения. А составы армии, они вынуждены будут держать на линии фронта, потому что там силы у нас гораздо больше. Как только они это понимают, как только они попытаются оттянуть силы на границу, тут же наши войска пойдут в контрнаступление и отобьют врага от Авдеевки, а там Луганск в Донецком недалеко, отобьют и Бахмут и все остальное. По сути, у них, как бы, они считали, что у них ресурсы безграничны, в том числе по армии, а оказывается, что это такое лоскутное дьявол, которое полностью растянуть невозможно. А как вы оцените то, как этот, знаете, тест, по сути, да, вот этим проникновением вооруженных, да, вот россиян, которые выступают против Путина, как этот тест прошли федеральные СМИ? Или же вот те пропагандисты, как мы понимаем, пытая, знаете, вот уделить минимум внимания этой истории? Ну и понятно, что с учетом заявлений того же Пескова, что Путин очень обеспокоен, да, и тот же Медведев говорил о том, что вот надо с этими ребятами разбираться, несмотря ни на что, ну, призывал там, понятно, ликвидировать определенные угрозы, но все же, как прошла этот тест пропаганда или же федеральные СМИ Российской Федерации, по вашему мнению? — Московские Геббельсы полностью в замешательстве, и они не знают, как на это реагировать. Они же думали, что та же Симоньян говорила о том, что у нас за три дня возьмут Киев, а оказывается, что тут вопрос не Киев, а тут вопрос уже Белгорода, и как на это не реагировать? Возможно, кто-то из них начал задумываться, вот, а каким образом может куда-то спрятаться, ну, информационно, для того, чтобы то, что они говорили до этого, куда-то заретюшироваться. А возможно, кто-то из них думает, может как-то поменять пластинку и уже думать над будущим лидером, может даже петь осану Киеву, и такое возможно. В конце концов, по завершению войны львиная доля пропагандистов будет кричать, что они были вот за тебе и за тебе, и Киеве милее души, милее души, милее семьи, и они только под угрозой расстрела их семьи вынуждены петь, были вот эти вот пропагандистские осаны. Это мы еще увидим. Олег, как вы считаете, вот эти события в Белгородской области, они вообще, в принципе, актуализируют вот этот политический вопрос в дальнейшем, конечно же, о разговоре демилитаризированной некой зоны? Да, мы понимаем, что после войны, после нашей победы, так или иначе, надо будет обсуждать некую безопасность возле наших границ. Естественно, это будет происходить за счет территории Российской Федерации, потому что оттуда по нам стреляют, по нашим приграничным городам сейчас, каждый день. На уровень, возможно, на дальности С-300, я не знаю, вот этот километраж, будет вообще ли актуализироваться этот вопрос, когда будем договариваться о каких-то взаимососуществованиях? Россия же никуда не денется, не выветрится, как бы мы этого не хотели. То есть они все равно будут нашим восточным соседом. Ну тут вопрос, да, в какой форме, да, тут можем дискутировать. Ну даже пускай и Дроблина, не знаю, ну вот, а если нет? Смотрите, империи как таковой после нашей победы не будет. То есть будут отдельные там государства, там Курская, там Брянская, там Кубанская народная республика. И вот эти вот вопросы существования, вопросов союзов, вопросов демилитаризации или вопросы, каким образом мы решаем наши военные, скажем так, не конфликты, а военные дискуссии, хотя не факт, что они будут, мы уже будем решать непосредственно с Белгородом, Курском. Скорее всего, даже вопрос будет не демилитаризационной зоны с ними, а скорее всего тот же Белгород или Курск, или Кубань, или другие, они будут считать Киев таким объединяющим региональным центром и будут не столько мы обсуждать вопросы демилитаризации, сколько вопросы предоставления гарантии, скажем так, военного зонтика над этими республиками на пользу этих республик против там возможных проникновений соседей. Вот это вот возможно. А демилитаризационные зоны с империей, ну не имеет смысла ни о чем говорить. Во-первых, империи не будет, а во-вторых, во времена современных технологий условные 50-70 километров это ни о чем. Хотел бы вас уточнить, скажите, на чем вы основываетесь, говоря о том, что вот в таком формате Российская Федерация как-то вот и возможно и не сохранится. Что дает вам основания так утверждать? Потому что это империя лоскутная, которая в принципе многие регионы ничего не объединяет. Более того, даже так называемые русские регионы, хотя они не являются русскими, там Новосибирск, там Урал, там Курган и все остальные, у них есть другая главная идея, с которой они живут, а которой они в СМИ пропандистки не пропускают. Это так называемый тезис «хватит кормить Москву». То есть они все считают, у них присутствует глобальная ненависть к Москве, считают, что Москва их обдирает, Москва процветает, они вынуждены влачить жалкое существование. Это уже не говоря о так называемых национальных республиках, тот же Татарстан, Башкатарстан, в которых до сих пор живо воспоминание желания национальной освободительной войны. Напомню, в 90-е годы эти регионы даже проводили референдумы независимости, уже не говоря о Бычкере, которая воевала за свою независимость. И Россия тогда при попустительстве Запада, при том, что тогда закрыли лоза, путем военной силы и давления, они принудили Россию остаться империей, как оно было. И давайте вспомним, какими тезисами Путин пришел, и с какими страхами. А его страхи отображает реальность. О том, что основная его заслуга, что они сумели с Россией сохранить империю в нынешних границах, и дальше это будут пытаться удержать. Более того, посмотрите на последние заявления. Начнем с заявления двухлетней давности Медведева с Путином в 21-м году. Я просто напоминаю, что у нас это молчание в 9 часов. Завершаем. Тот же Путин два года назад признавал, что в рамках империи существует, по их оценкам, более 2000 территориально-этнических конфликтов. Поэтому империя и суждено развалиться. Олег, спасибо вам. Ждем еще в эфире телеканала Freedom. Благодарим за разговор. Олег Дунда, народный депутат Верховной Рады Украины, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова